2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Шалом, друзья! Сейчас я немножко приду в себя от этого всего дела. Вспоминается Псалом, я не помню какой, 125-й, кажется, когда израильтяне говорят, мы были как во сне, когда мы выходили с Египта, помните, не с Египта, а с Вавилона, да? Мы стояли, смотрели на эти ивы, на все то, что, и это как будто не с нами происходило. И вот что-то похожее я сейчас, ну, как бы переживаю. Окей. Сейчас. Как говорил Валентин Романович, похоже, что это, ну, как бы последняя моя проповедь здесь за какой-то период, перед каким-то периодом. Я не знаю, каким, да? Жизнь так складывается особенно, что мы хотели бы понимать, что будет завтра, но мы не можем. И я не понимал, и не знал. И Бог так устраивает нас, как людей, что Он не посвящает нас в детали. Правда? Я вспоминаю израильтян, которые выходили из Египта, и они также говорили, куда мы вообще идем? В какую-то землю? Вы знаете, что на карте Израиля не было. Это была какая-то мифическая страна чудес, которая настолько хорошая, что там молоко и мед. Вот. Но они понимали, насколько это все непросто, и насколько сложно пройти этот путь, насколько сложно войти в него. И где-то я их понимаю. Я помню свой приезд в 98-м году. Я вам хочу, знаете, так от сердца сказать. Когда я приехал смотреть на Одессу, смотреть на институт, я не был впечатлен Одессой. Многие люди мечтают жить в Одессе. Вот знаете, вот просто приехать, и говорят, какое здесь море, какой здесь юмор, какие здесь люди. Когда я приехал, я говорил так, боже мой, какое здесь море. Какой это, и это великий одесский юмор, и это вообще что это? Я не был впечатлен, я честно вам скажу. Потому что я приехал с провинциального города, и меня пугало все здесь. Я не понимал, что происходит, не понимал, как это все устроено, почему эти люди так разговаривают, и вообще что это? И для меня это был сильный выход из зоны комфорта. Но что меня сильно коснулось, это то, что я видел, как люди ищут Бога. И только вот этот вот момент, пример того, что его ищут и находят, он давал мне возможность терпеть все остальное. Просто вот закрывать глаза и говорить, я когда, я не понимаю, что это, что это за юмор, но я пойму. И через время я начал молиться о том, чтобы Бог давал мне сердце для одесситов, для Одессы. И я сейчас понимаю, что Бог услышал и помог, и дал мне такое сердце. Потому что я переживаю очень сильные эмоции сейчас, очень сильную связь с Одессой, с одесситами. И я понимаю, что я увожу ее с собой в этом сленге, в этом юморе, в этом подходе к жизни и так далее. И я понимаю, что оглядываясь назад, Бог использовал самые разные ситуации для моего формирования. И хорошие, и плохие. Многие из вас знают наши жизненные ситуации. И сегодня, вот когда я готовил эту проповедь, я хотел бы поделиться с вами определенной выжимкой своего опыта. Вы знаете, некоторые библейские персонажи, они делали это в конце жизни. Они приходили, Моисей писал песню какую-то, помните, да? Он пришел и говорил, мы были вот так-то, и так с нами было и так далее. И он от сердца изливает все то, что было в его сердце, как он переживал. И вот я хотел с вами поделиться основными уроками, основными как бы тезисами, которыми Бог меня учил за эти 19 лет в Одессе. Может быть, я понимаю, что это лично, ну все, знаете, как бы служение, много нам внимания, я не очень-то привык к этому. Но я хотел бы оставить вас с этими моментами, оставить с этими принципами, которые, я думаю, что могут быть для вас очень полезны. И первый из них, я помню момент, когда моя мама собирала меня в дорогу в Одессу, и она мне дала совет. Это, ну, как бы такое, знаете, вот как в фильмах, когда собирается сын, выходит с узелочком, с такой штукой, и мама там, или отец, он говорит, сын мой там, и сами, что-то подобное было в нашей семье. И мама мне дала очень простой, но очень продуктивный, такое вот как бы наставление, короткое. Она сказала, слушай, слухняный ты лядку двух мамок сэ, знаете эту поговорку, да? Послушный теленок двух мамок сосет. Я услышал это, вот я понял, что, ну, вот это вот как будто Бог мне проговорил через это вот короткое слово. Я понял, что мне надо быть послушным человеком. Я как бы и до этого понимал, но здесь это как какая-то рема пришла, знаете, вот через такую мирскую поговорку. И надо быть послушным, надо быть тем, кто как бы знает свою очередь, знает свое место, знает порядок того, что должно происходить. Вообще, когда мы говорим о молоке, вообще это поговорка о характере, правда? О том, что теленок, который не бодается, теленок, который умеет уважительно относиться к своей маме, он получает все, что ему необходимо. В нашей жизни за эти годы мы видели очень много разных служителей. И каждый из них имел свое желание получить это молоко. Оно могло быть самым разным. Кто-то хотел статуса, кто-то хотел каких-то привилегий, называться кем-то, быть кем-то и так далее, какие-то вот обладать какими-то ресурсами. И я понимал, что ничего страшного, если я не буду первый. Ничего страшного, если я не буду, знаете, если меня куда-то не позовут, некоторые переживают. Ничего страшного, если меня посадят где-то в стороне. Бог пересадит меня, если придет такой момент. Ты просто будь послушный. Первый момент, который я считаю очень важным для формирования служителя, это послушание, друзья. Вы не урвете от Царства Божьего какое-то такое, знаете, вы не обогатеете на Царстве Божьем, потому что там есть мудрый и справедливый Царь. И гордого человека он понижает, человека смиренного он возвышает. И 1 Петра, 5 глава, 5-6 стих говорит о том, что так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Возможно, вы сидите где-то и смотрите на свое служение и говорите, ну, Боже, ты какие-то там пророчества мне говорил, и что, и где. Исследуйте свое сердце, если вы понимаете, что внутри вы имеете мир, если вы понимаете, что вы не включаете карьеристов в своей жизни, но пока что находитесь на какой-то позиции. Может быть, вы ведете домашнюю группу, может быть, вы служите в группе порядка, и кажется, ничего значимого. Друзья, всему свое время. Если ваше сердце, оно простое, если ваше сердце, оно мотивировано получать от Бога вот эту поддержку, в свое время он вознесет вас, поставит на то дело. А даже если это будет то, чем вы будете заниматься до конца жизни, это не страшно. Левиты, они имели привилегию служить в храме, но левиты, друзья мои, при всем уважении к левитам, это не певцы в первую очередь. Это люди, которые несли стражу, выносили мусор, охраняли, которые пели песни, которые где-то там, знаете, подавали первосвященнику одежду, потом собирали эту одежду, масло готовили. То есть это обычная, рутинная работа, где-то они теленка могли зарезать, разделать, то есть фактически мясники, понимаете, ну так то, что у нас называется. И это нормально, это была честь, это была привилегия. Поэтому если Бог вас поместил в какое-то место, находитесь в простоте сердца в этом месте. И при этом все же, друзья, различайте важный момент. Есть смирение, а есть отсутствие инициативы. Тоже очень хитрый такой вот принцип, который я понял. Есть люди, которые говорят, я просто смиренный, вы знаете, я очень сильно смиренный. Поэтому я просто сижу, когда Бог проговорит мне, тогда я пойду, найду работу. Тогда вот если Он мне точно скажет, тогда я буду служить в каком-то служении. Вот если гром с неба прогремит, тогда я пойду. Послушайте, это иногда просто лень, иногда это просто отсутствие инициативы, это не смирение. Как, знаете, люди иногда говорят, я не иду работать, потому что слово работа происходит от слова раб, рабство, а я человек свободы. Поэтому я как бы, ну, на самом деле это не смирение. На самом деле это простая лень и нежелание работать над своей жизнью. Поэтому смирение — это делать все то, что ты можешь, но в рамках Писания, ожидая поддержки от Бога. Делай все, что можешь. В рамках Писания ожидай поддержки от Бога. И верь, что в свой момент Он позаботится о тебе, даст тебе вот все необходимое. Я верю, что принцип смирения — один из самых ключевых формирований служителя. Я от всего сердца вам говорю, будьте смиренными. Вас Господь поставит в свое место. Будьте трудолюбивыми. Вас Господь тоже заметит. Он ценит и ищет тех делателей, которые поклоняются Ему в духе, в истине, поклоняются Ему в буднях, в обычной жизни, которая вот просто обычная. Имейте сердце открытое. И второй принцип, которому я научился за эти 19 лет, друзья. Нужно делать правильные вещи даже тогда, когда не хочется их делать. Вы знаете, что когда левитам приходила череда приходить в храм, может быть, у кого-то там были какие-то причины, типа, знаете, черешня поспела, я не пойду. Надо собирать черешню, а то же пропадет, а там храм зовут. Надо делать правильные вещи. Делать это постоянно, делать это осмысленно. И не оставлять ни Божьего дела, не оставлять работы над собой. И настоящий результат возможен только тогда, когда ты верен какому-то конкретному направлению, в какой-то конкретной сфере. Делаешь это постоянно и постепенно усиливаешь нагрузку. Не надо много. Я иногда общался с людьми, они говорят, вот я хочу читать Библию, я хочу, чтобы Библия стала, или там, я хочу поститься. Возьму 40 дней поста. Ни в коем случае так не делайте, друзья. Друзья, один день, пускай это будет один день, но пускай этот день будет посвящен Господу. Не надо никаких медалей вам. И этот путь я также проходил. Не надо вам 40 дней поститься. Поститесь один день, но делайте это каждый вторник, всю свою жизнь. Делайте это потом вторник и в пятницу, но всю свою жизнь. Послушайте, чем человек страдает, мучается, не имеет опыта. Если когда-то Господь вас призовет в такие вещи, идите, пробуйте. Но тем не менее, простое постоянство намного эффективнее, чем какие-то рывки от конференции до конференции, от пастыря приезжего к пастырю приезжему. Не пытайтесь читать Библию по 80 глав в день. Это неэффективно. Читайте 3-5 глав, но читайте всю свою жизнь. Ведите конспект ее. Просто изучайте ее, вкушайте ее, вкусите, насколько она хорошая, насколько она благая. Я вам честно скажу, мне годы понадобились, чтобы я понял это. Годы на самом деле понадобились, чтобы я осознал, что я не впечатляю Бога 40-дневным постом. Я впечатляю Бога смиренным сердцем, однодневным постом. И это очень сложно. Этому тоже нужно научиться для самого начала. Все остальное придет, если Господь позволит. Итак, если вы нацелены на духовный рост, вам нужно осознать, что вам понадобится много времени. По-другому не бывает. Не худеет человек за один день, если только чудо Божие не произойдет. И духовно не растет за один день. Нужен процесс. Мышцы должны постепенно укрепляться, духовное сердце должно расти, человек должен формироваться. И тогда он будет здоровый, тогда он будет пропорционально развитым. Тогда он будет отражать Божие сердце, Божий принцип. Это будет естественно, а не просто какая-то непонятная штука. Итак, делайте маленькие шаги, но делайте каждый день. Читайте, растягивайте себя, учитесь быть гибкими. И третий принцип, который тоже я научился здесь в Одессе, он невероятно стал для меня большим благословением. Просто делюсь самым сокровенным сейчас, друзья. Ученик Христа, ученик Ишуа, это человек, который учится всегда. Не дайте себе даже подумать, что вы сходите на конференцию и вы научились всему. Не дайте подумать, что вы прочитали Библию и вы все уже знаете. Или что вы закончили наш институт и вы уже все. Вы получили магистра, бакалавра, доктора, доцента или профессора. Послушайте, всегда учитесь. Божья мудрость, она невероятно глубокая. Будьте грамотными людьми. Вы видите, как быстро развивается мир вокруг нас. Если мы застрянем в каком-нибудь, знаете, старославянском переводе с итями-ятями, люди нас не поймут. Люди нас не воспримут. Мы не будем эффективны, как тело Христа. А нам нужно очень быстро реагировать на то, что происходит. Один интернет какая проблема, да? То есть надо очень быстро двигаться, потому что все меняется. И мы должны догонять это все дело. Всегда, всегда учитесь. И многие люди готовы потратить большие деньги, чтобы поехать к какому-то знаменитому такому учителю на конференцию в Америку. Это мечта любого советского христианина попасть в Америку, знаете. И там поклониться, поцеловать святую землю. Друзья, это миф. Это миф. Не надо вам никуда стремиться, если вас Господь туда не ведет. Если вы хотите встретиться с значимым человеком, например, пережить его опыт, пережить ту глубину, которую он знает, знаете, что надо сделать? Я вас научу. Это не стоит ничего. Я это понял, и я получил море благословения. Читайте книги. Вы просто подумайте. Сидит умный профессор дома у себя, не спеша, выверяет каждое слово и записывает его на бумаге. Он делает это в течение года, например. Потом он отдает редактору, еще и еще людям. Они делают книгу. Вы можете ее купить, можете скачать где-то, да? Это лучшая выдержка мыслей этого человека. Если вы хотите поехать к нему на какой-то семинар, это будет вам стоить, возможно, больших денег. Возможно, вы даже ничего не увидите. И что такое семинар? Это 10 часов просто разговора по верхам. Правда? Даже если коснется какого-то конспекта, все равно он не будет настолько крутым, как книга. Друзья, книга — это огромное благословение, мощнейший ресурс против безграмотности. Это хороший и грамотный инструмент, который позволит вам сильно расти. Всегда учитесь. Не просто их читайте. Делайте конспекты книг. Возвращайтесь к ним. Подчеркивайте эти книги. Это очень и очень сильно практичный и хороший совет. Услышьте, я вас просто, как говорится, заклинаю Господом. Простой, но очень эффективный. Многие вещи, которые мы нуждаемся для нашего духовного роста, они вот здесь лежат. Как колоски. Просто возьми, нагнись, подыми и кушай. Наслаждайтесь Богом. Наслаждайтесь благословением, которое дает вам тело. И притча 2 глава 1-6 говорит стих так. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательней к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, и если будешь призывать знания и взывать к нему, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровища, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость и из уст его знания и разум». Друзья, это доступно, это бесплатно. Воспользуйтесь и получите благословение для себя и станьте благословением для тела, которое вокруг вас. Еще один принцип, который я понял, он звучит очень просто. Не бунтуй. Помните первое, о чем мы говорили? Послушный теленок, он двух мамок сосет. Бунт не приводит благословение Божьего. Бунт. Это я видел много раз, как пересекаясь с разными людьми, которые говорили, «А давайте, да что ж это такое, да в конце концов». И это касается всех сфер, это касается нашего правительства, это касается каких-то процессов, это касается церковной жизни, отношения в домашней группе, в семье и так далее. Послушайте, Бог не благословляет бунта. Не благословляет бунта. И притча 24 глава, 21 стих говорит, «Бойся, сын мой Господа, и царя с мятежниками, не сообщайся». Сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю разных людей. Вы знаете, они приходили в нашу общину, они уходили из нашей общины, они были сильными людьми в каких-то моментах, и они говорили, «Да что это у вас тут такое устроено, давайте по-другому все сделаем». И я ощущал вот это давление, «А давайте что-то вот такое вот замутим, знаете, вот такое, какое-то такое». И когда ты отходишь от этого все, и ты говоришь, «Нет, я не участвую в этих вещах», ты видишь, оглядываясь назад, что эти люди просто пропали. Они ушли куда-то, ты слышишь о них, о том, что они просто мирские стали сейчас, или еще куда-то, и еще куда-то. А община как стояла, так и стоит, и будет стоять. Потому что за общиной стоит Господь. Есть благословение в послушании, и есть благословение в том, чтобы не бунтовать. Смиряйтесь перед Господом, ищите Его. Мы даже понятия не имеем очень часто, что такое управлять общиной, что такое управлять государством. Но почему-то мы считаем, что мы в теме, почему-то мы достаточно образованные, и вообще сейчас мы расскажем, какой должна быть пенсия, медицина, и домашние группы, и как нужно проводить собрание. Послушайте, ты можешь рассказать, если Господь тебя подымет в определенное место, если ты будешь трудиться, ты будешь компетентен, тогда тебя послушают. А если ты ничего никогда не делал, если ты просто воздух гоняешь, так может быть лучше помолчать? Просто помолчать и довериться Господу. В конце концов, если тебе так все не подходит, полно есть хороших общин, которых, ну, как бы, возможно, примут вас. Понимаете, да? Не портьте Божье дело, не бунтуйте, будьте в мире и покое, и с Ним. И 1 Петра, 2 глава, 17 стих, говорит, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, и царя чтите. Так написано, даже вам, если этот царь не нравится, чтите его. В этом есть Божье благословение. Следующий момент, который я понял. Когда Бог поместил нас в тело свое, он нас окружил совершенно разными людьми, и это нужно ценить. Мы часто недооцениваем простых людей в наших общинах. Вот просто вот простых людей. Они не говорят проповеди, они не находятся в каких-то великих служениях. Но вы знаете, что я понял? Это не значит, что они не одарованы, это не значит, что Бог через них не говорит, это не значит, что Бог не использует, наоборот. Вот это часть вашего тела. Есть кто-то, кто стоит и красиво поет или говорит, а есть кто-то, кто делает свою работу, кто включает, выключает, убирает. Это очень важно. Нам нужно ценить наше окружение. Иногда Бог приводит таких людей сложных, и мы думаем, ну, каким вообще, какое благословение я могу вот как бы иметь от этого человека, от него одни проблемы. Но вы знаете, когда ты размышляешь, спустя какое-то время, ты видишь, что неудобность этого человека, его может быть упертость или какой-то характер такой едкий, да, он повлиял на то, что ты внутри, например, научился работать с такими людьми, он повлиял на то, что ты более спокойно реагируешь на таких людей. То есть, есть свой плод, даже не от хорошего какого-то влияния, да, если мы с правильным сердцем и правильно относимся к этому. Есть люди, которые, ты вот пообщался с ними, знаете, они похожи на наждачку нулевку такую, они тебя потерли, и ты блестишь. Вот ты выходишь и говоришь, что с тобой было? А ты такой, мне классно, потому что ты вот пообщался, и вот они вас натерли, да, а есть человек как Рашпиль, ты пообщался с ними, у тебя кровь течет. Но вы знаете, что Рашпиль — это важный инструмент формирования, вообще, в инструменте плотника. Почему? Потому что он позволяет очень быстро достигнуть большого количества результата, да, Рашпиль — это такой грубый напильник, так условно говоря. Он просто раз и снимает очень большой слой. Это значит, что вот это действие, оно максимально быстро приближает вас к формированию фигуры, формированию образа, понимаете, да? Нулевка, она долго должна быть, долго она трет вас. Поэтому разные ситуации, разных людей использует Господь для формирования царства. А ваша задача, друзья, ценить окружение, в котором вы находитесь. Я не говорю соглашаться со всем, я не говорю делать вид, что грех — это не грех. Все это есть. Ну, и то, и то, да? И добро, и не очень хорошие моменты. Но просто помните, люди важны, люди цены, люди — это благословение для вашей жизни и для вашего вообще служения. Еще один принцип. Я надеюсь, вы не устали, я постараюсь ускориться. Еще один принцип, который я понял. Меньше разговаривай, больше размышляй. Вот такой вот короткий афоризм. Меньше разговоров. Мы очень много, особенно в Одессе, особенно в еврейской мессианской какой-то общине, да, особенно если мы родом с молдаванки, мы очень часто можем много разговаривать. И не с молдаванки тоже мне подскажут, да. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Итак, у нас, я не знаю почему, но у нас есть большое искушение всем раздавать советы. Правда? Вот бывает такое, что вот просто вот двое разговаривают, третий проходит, он не знает о чем, но он уже останавливается и советует. Он говорит, что ты не прав, ты не прав, у каждого Абрама своя программа и все хотят вот это что-то навязать. Но знаете, что правда является? Мы не можем быть профессионалами и мы не можем быть компетентными во всем. Это реальность. Нужно знать свои ограничения. Поэтому, если вы иногда промолчите больше, чем будете говорить, то люди могут даже подумать, что вы мудрый человек. Так говорит Писание. О том, что, да, на самом деле можно просто помолчать и сложится впечатление, что вы компетентны во всем. Просто не надо говорить о своей компетентности, вдруг вы не то скажете. Правда? Сейчас люди же такие, они достают телефон и проверяют, гуглят сразу, да, ты говоришь, вот это, вот это. Они говорят, нет, вообще не вот так, вот так-то и вот так-то. То есть, зачем нам позориться? Поэтому, притчи дает такой совет, 17 глава, 27 стих. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. Не пытайтесь все менять. Лучше больше слушайте, лучше учитесь от Господа. И если вас спрашивают, тогда говорите. В молчании есть много благословения, в таком грамотном, тогда ваши слова, они будут ценностью. Тогда уже, знаете, как говорят в Одессе за бенью крика, помните, да? Что бенья говорит редко, но если бенья, но если уже бенья говорит, то он говорит смачно и хочется, чтобы он не останавливался. Правда? То есть, и пускай так и будет. Пускай вас знают, как человека, может быть, неговорчивого, но который говорит по существу и говорит серьезно и благословенно с благодатью и приправленной солью, как написано. Следующий момент, который я понял, друзья, всегда пробуйте, да, не только еду на привозе, всегда пробуйте, не бойтесь своих, не бойтесь делать ошибок. У нас есть миф о совершенных верующих людях. Это миф о том, что мы не грешим, о том, что наши семьи самые лучшие, вот всегда, вот христианин идеальная семья. Послушайте, мы знаем, что это не так, правда? Что каждый проходит свой момент и мы сильны благодаря Богу. Мы благословены благодаря Богу. Поэтому, если вы переживаете какие-то моменты падения, приходите и говорите об этом в общине. Разговаривайте, ищите помощи, ищите поддержки у служителей. Не ждите, когда уже все, уже заявление в ЗАГСе лежит о разводе. Придите раньше и попробуйте примириться, попробуйте что-то сделать. Если вам дает Бог какую-то возможность в служении, дает какое-то новое предложение в жизни, пробуйте, пробуйте. Есть очень хороший совет, которому я научился в Одессе. Всегда просите скидку. Дорогого стоит то, что я вам говорю. Я не знал о том, что оказывается в огромном количестве мест можно получить скидки. мы не получаем их только по одной причине, мы не попросили. Всегда просите, всегда приходите. Если вам не дадут, ну, значит, не дадут. И так бы не дали, если бы вы не попросили. Но есть большой шанс, что дадут. Поэтому всегда используйте новые возможности, используйте новые места, используйте новых друзей, новые контакты, пробуйте завязывать отношения, пробуйте быть благословением для каких-то людей. Очень важно понимать, друзья, 90-е годы уже прошли. Чтобы вы понимали, 90-е годы были 28 лет назад, целое поколение назад. Но мы иногда, как верующие люди, живем в этом поколении. Мы говорим о домашних группах того пошиба, знаете, 90-х. Мы говорим о церквях, которые растут благодаря тому, что просто табуретку поставил, достал Евангелие и говоришь и все, у тебя уже церковь, вот ты уже и пасты. Сейчас так не работает. Мир очень быстро поменялся. И тенденция к тому, что будет еще больше. Если мы, как верующие, не будем открыты к тому, чтобы пробовать новое, не говорить нет, нет, в моей молодости так не делали. Конечно, не делали. В моей молодости интернета не было и телефон был вот такой с диском. Сейчас современные дети вообще не понимают, что это такое и куда там звонить можно было вообще. Да, это была наша молодость, какая-то там давняя ваша молодость, но сейчас мир другой. Поэтому пробуйте, не знаете, что такое социальные сети для евангелизации, так учитесь этому. Не жалейте себя, не начинайте, ааа, не-не, лучше я буду письма писать голубиной почтой. Это уже неэффективно, не работайте. Имейте сердце открытая к инновациям, имейте сердце к разным видам служения, к чему-то особенному. Если вы видите, что Господь это использует, входите в это. Я хочу сказать, что в данном случае наша община, я считаю, что огромным, является благословением для такого инноваторского действия. Валентин Романович, я точно уверен, он опередил время во многих моментах. Иногда он говорит о каких-то вещах, и я видел это, и мы говорим, что-то так никогда не работало. Через время мы сами начинали говорить об этих вещах, хотя он говорил несколько лет назад, и это правда, каюсь. Я был первым, кто, возможно, становился просто вот так и говорил, нет, вот все. Что это значит проповедовать с айпэда? Это вообще позор. Библия, правда? Да. Но если реально говорить, тогда уже свиток надо. Ну так, чтобы на оригинале. Скрижали нужны, да, для проповеди. А вы знаете, что когда изобрели книги, многие люди не признавали печатные Библии, потому что книга Библия должна быть в свитке. Тогда она богодухновенная. А книга, вот эта книга, что это такое? Выкиньте их, пожалуйста, эту ересь. Следующий момент, то есть еще, вот, вы услышали меня, да? Всегда пробуйте. Будьте открыты для того, чтобы пробовать. Важный момент следующий. Не жалуйтесь. Не жалуйтесь. Нет смысла в этом, а лучше поработайте над ситуацией. Мы очень сильно, очень часто хотим сочувствия. Правда? И это видно. Человек приходит, и он начинает тебе рассказывать о том, какая сложная его жизнь, какие у него там вот такие обстоятельства, и все. Короткий вопрос. Если вы хотите испортить с ним отношения, вы просто спрашиваете, «А что ты сделал, чтобы изменить это?» воспринимается как оскорбление некоторыми людьми, потому что оказывается, что человек ничего не делает. Он не ищет работу, он не пытается лечиться. Человек жалуется, «Ой, у меня там сердце отваливается, почки отваливаются, это, а ты ходил к врачу?» «Не, не, не ходил, не люблю врачей». Или там зуб болит, «Не люблю зубных». Послушай, это, ну вот я когда слышу вот эти разговоры, мне не жалко таких людей, чтобы, знаете, чтобы там бедненький, да, конечно. Ну, ты сделал все, что мог. Вот ты, да, вот ляжь теперь, полежи на диване, конечно, мы будем за тебя молиться. Я не понимаю, за что здесь молиться. Надо просто взять, подняться, поднять свой, этот самый, да, найти работу, пойти к врачу, взять ответственность за свою жизнь, взять ответственность за свое будущее. Не знаешь, как сделать? Гугл тебе в помощь с молитвой. И вы знаете, что вы не единственный человек, у которого есть проблемы с этим, с этим. Просто надо учиться. Для меня этот принцип стал огромным, огромным благословением. И я вас со всего сердца не жалуйтесь. Жалость никому не нужна. Жалость никому не помогает. Если у вас есть проблемы, решайте их конструктивно. Разбирайте их. Что я могу сделать? Что я сделал? Планируйте, работайте. Если вашей профессии нет, пойдите, получите профессию. Если у вас еще чего-то нет, возьмите ответственность за свою жизнь, в конце концов. Кому интересно о том, как тяжело вы живете? Послушайте. Мы вам посочувствуем. Мы скажем, да, конечно. Но второй вопрос. Что ты делаешь, чтобы это изменить? Я знаю, что это немножко сложно, правда? Потому что социальное сочувствие, оно сильно востребовано в наше время. Но настоящая поддержка в Писании, она подразумевает ответственность человека. Помните такой закон? Когда человек становился бедным, и он не знал, что делать со своей жизнью, кушать не было. Помните, что ему нужно было сделать? Ему нужно было прийти утром на поле, где жнецы жали колосья. И знаете, что нужно было делать? Собирать колоски. Не нужно было стоять и заглядывать в глаза богатого человека и говорить, не мог бы ты быть так любезен, оставить пару снопов для меня, а я вечером заберу, когда жара упадет. Такого не было. Понимаете, в чем суть? Библия учит другому подходу к своей собственной жизни в тяжелых обстоятельствах. Помните, чем это закончилось для Руфи? Помните, да? А почему? Она же не ходила. Ой-ой-ой, у меня муж умер. Ай-яй-яй, я с пожилой свекровью здесь живу. Что она делала? Вставала рано утром и работала. И помните, когда Ваос расспрашивал за нее? Она говорит, вообще удивительная женщина. Пришла раньше всех, собрала больше всех. И помните, какое свидетельство? Она говорит, не трогайте ее. Пускай она приходит, кушает, пускай она приходит, пьет. И вот тебе еще. То есть, и это закончилось большим благословением. Она стала прабабкой Давида. Помните, да? То есть, это на самом деле... Правильно я сказал? Да, да. Молодая девушка получила благословение, стала прабабкой Давида. Итак, не жалуйтесь. Это на самом деле мало кому интересно. Берите ответственность за свою жизнь, вкалывайте, и Бог вас благословит. Аминь. Слава Богу. Следующий момент, который я понял. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и я закончу, друзья. Да? Потерпите меня, я пользуюсь моментом. Сейте, будьте сеятелем. Давайте не только десятину, давайте не просто пожертвования, сейте в отношения, сейте друг друга, сейте во времени, сейте имуществом вашим. Просто будьте сеятелем. Есть знаменитое место, притча 18 главы 25 стих, о том, что хочет кто-то иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Да? И бывает друг, более привязанный, нежели брат. Друзья, реальность такова. Если вы человек одинокий, то, возможно, надо пересмотреть, что такое вы сеете в своей жизни. Если вы человек, там, знаете, кто-то говорит, вот так случилось, я там вот живу, никто ко мне не придет, что ж это за община. И ты его спрашиваешь, а вообще, ну, как бы, а ты кому ходил в последнее время? Никогда никому не ходил. Так неудивительно, что человек живет такой жизнью. Неудивительно, что такое поражение в его жизни. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была разносторонней, если вы хотите, чтобы люди вам помогали, участвовали в вашей жизни, и вы делаете то же самое, всегда старайтесь посеять, насколько это возможно от своего сердца. и мы так помещены в тело. Принцип взаимного обогащения. И последний принцип, последний момент, которым я хотел бы сказать. Будь верующим человеком даже тогда, когда никто не знает о том, что ты верующий, когда тебя никто не видит. Я сталкивался с такими ситуациями, ты приходишь куда-то, например, что-то тебе надо оформить, и там сидит какой-то злой человек, ты с ним начинаешь ругаться, он ругается с тобой, вы шашки достали, порубали друг друга, в конечном итоге встречаетесь в какой-то церкви на конференции. Это беда, потому что ты думаешь, Господи, я ему такое наговорил, а он думает то же самое, да? И вы достаточно гордые, чтобы не подойти и не извиниться друг перед другом, либо начинаете вот это, ну извините, вы понимаете, были такие обстоятельства, вы так сказали, это самое, или иногда я слышу вот такое, когда человек занимается вообще не бизнесом, или в церкви, и кто-то у него из верующих работает, и он говорит, так, короче говоря, бизнес бизнесом, а церковь церковь, и что ты мне тут пришел, я тебе сейчас буду, думаешь, тут Христа включать, и так далее. послушайте, будь верующим везде, какая разница, бизнесмен ты или не бизнесмен, это не дает тебе право хамить людям, это не дает тебе право унижать людей, воровать, или быть таким мздоимцем, который, знаете, я тебя сейчас буду нагибать здесь, и ты у меня почувствуешь, что такое бизнес, а мы придем потом в общину, и будем с тобой вместе Господа славить. Послушайте, это неправильные, извращенные отношения, неправильное понимание Писания. Будь верующим везде и всегда, даже если тебя никто не видит, даже если вы встречаете случайных людей, которыми вы думаете, что никогда больше не встретитесь, вы ничего не знаете о жизни этих людей, ни понятия не имеете, кто они и что они, поэтому будьте свидетельством Божьим везде, ну старайтесь быть таким свидетельством везде, где бы вы ни пошли. В общем-то, это то, вот что Бог положил мне на сердце. Я хотел поделиться вот такой выжимкой, знаете, лучшее, 10 принципов, которые Бог положил мне на сердце. Я знаю, что у вас они также есть в жизни. От всего сердца я хочу вас всех поблагодарить. И вы помните, разные пророки, кажется, Самуил, он пришел в конце своей жизни к сыновям Израиля, говорит, говорите, если я вас кого-то обидел, взял в Аллах или судил неправильно, то вы мне скажите, я вам отдам сейчас. Если я вас, как служитель, где-то не услышал, где-то был недостаточно мягок с вами, я знаю, что я не всегда был удобным человеком, я хотел бы, чтобы вы понимали, друзья, если я ошибался, я делал это искренне, не от желания сделать вам зло. Поэтому я прошу у вас прощения за эти моменты. Если я не был открыт к вам достаточно сильно, если я не услышал вас, если, может быть, я был более, так скажем, принципиальной оппозицией, где стоило того быть, пускай вас Бог благословит. Вы большая часть моего сердца. И я очень сильно ценю каждого из вас. Я обогатился здесь, я вырос здесь насколько мог. И я верю, что Бог будет продолжать, потому что, ну, мы молоды еще, много можно сделать. Правда? Жаловаться я вам не буду, а попрошу вас молиться за нас, потому что дело сложное, и мы нуждаемся вашей помощи и молитве. Поэтому, если по средам вы будете слышать от Валентина просьбы от нашего служения, пожалуйста, помолитесь за нас, мы нуждаемся. Хорошо? Пускай вас Бог благословит, пускай вас Бог сохранит, презрит на вас светлым лицом своим, помилует и даст вам свой шалом. Будьте благословены. 2018 год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Израэль отец. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...